МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы обсуждаем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Открытый разговор с президентом Александр Лукашенко посетил Гомельскую область. В центре внимания главы государства Полесский радиационно-экологический заповедник. Выслушать каждого и помочь. Заместитель премьер-министра Владимир Симашко провел личный прием граждан в Светлогорске. А во время субботней прямой линии с жителями региона общался председатель облсполкома Владимир Дворник. Спасая жизни, они просто делают свою работу. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медики. Касается даже тех, кого не касается. Почему под угрозой заражения ВИЧ в 21 веке оказались взрослые и благополучные люди? Смотрите наш специальный репортаж. Тень врага. Новинку белорусского кинопроката в Гомеле представила творческая группа киноленты. В ближайшие 26 минут – неделя из жизни Гомельской области, какой ее увидели наши корреспонденты. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе посетил Хойнинский район. Глава государства побывал в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Здесь президента ознакомили с научной и экспериментальной работой, которую проводят ученые. Также Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Анастасия Кучинская расскажет подробнее. Отдельная часть работы Полесского радиационно-экологического заповедника – экспериментальная хозяйственная деятельность. Ее начали по поручению главы государства. И вот уже рассказывают о первых результатах. Кони, ферма, пасека и два деревообрабатывающих участка – все приносит прибыль. Главная продукция чистая от радиации. Президент отмечает, что за последние годы область значительно увеличила производство молока и мяса. Поэтому и в дальнейшем средства, направленные на развитие пострадавших регионов, должны оставаться в компетенции губернаторов. Я принял решение отдать это губернаторам. Пусть они разбираются. Деньги им отдайте. Значит, доложите мне всю чернобыльскую программу, немедленно по возвращению, сколько средств выделено по чернобыльской программе. Президент побывал также в лаборатории, спектрометрии и радиохимии. Здесь исследуют все, что может накапливать радиацию. Результаты полезны и в теории, и на практике. Пообщался Александр Лукашенко и журналистами. Их, как обычно, интересовало все. От вопроса роста цен до возможного летнего отдыха президента. Много внимания во время общения с журналистами Александр Лукашенко уделил развитию Гомельской области и чернобыльских регионах в частности. Он отметил значительный прогресс в реабилитации этих земель. Вообще для президента развитие этих территорий во многом личная тема. И когда мы начали осваивать земли, очень сильно много критики было в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти. Построил деревянный дом. Есть сейчас там. Сегодня я живу там. То, что сегодня чернобыльские регионы развиваются динамично, президента радует. Главный показатель новой жизни, по мнению главы государства, высокая рождаемость. Нам, минчанам, вам. Я то это через себя уже пропустил. Надо просто побывать в населенных пунктах здесь. На Ровле, Брагин, Хойник. Ветки надо побывать. Лоев. Вы увидите неописуемую красоту этих мест. Второе, что вы увидите. Вот мне губернатор приводил данные. Рождаемость здесь, к великому сожалению, выше, чем в остальных регионах нашей Беларуси. Почему-то здесь рожают люди больше, чем там. Это величайшее достижение. Но это бальзам мне на душу или на сердце. Вот это самое главное. Во время общения с журналистами зашла речь и о так называемом Туровском кресте. В своеобразном аналоге известного Полоцкого креста Святой Ефросиньи. Незначительные его фрагменты были найдены в Турове полвека назад. Глава государства уже попросил коммерческие банки принять участие в восстановлении реликвии. Бывший вице-премьер Сергей Николаевич Румус. Мы с ним обсуждали эту проблему. И вот я публично впервые хочу это озвучить. Я ему дал поручение, чтобы он банком, нашим государственным банком, средствами, силами подключился к этому. Восстановим в ближайшее время. Поэтому вот испарчено будет. Появится у нас еще один крест Туровский. На прощание глава государства пожелал журналистам здоровья, удачи и счастья. И призвал не бояться ездить в так называемые Чернобыльские районы. Здесь теперь можно и жить, и отдыхать. Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко. Хойникский район. Специально для новостей недели. Белорусские комбайны в Индии. Гомсельмаш создаст новое предприятие в штате Раджастан. Производство будет нацелено на выпуск бюджетной техники КЗС-575. Об экономических перспективах этого проекта и других значимых событиях недели в обзоре моих коллег. Гомсельмаш и частная компания из Индии создадут совместное предприятие по сборке зерноуборочных комбайнов в штате Раджастан. Стороны подписали меморандум об объединении. Новое предприятие получит название Гомсельмаш Индия. Согласно бизнес-плану, выпуск комбайнов, а именно бюджетной модели КЗС-575, начнется в 2018 году. По расчетам специалистов, ежегодная потребность Индии в такой технике составляет около 4000 единиц. И потому у совместного предприятия хорошие перспективы и возможности для развития. БМЗ за пять месяцев 2017 года увеличил экспорт своей продукции на 40%. Кроме этого, географию поставок пополнили четыре новые страны. Впервые металлопродукция отгружена в Сенегал, Мавританию, Кот-де-Вуар и Гану. Всего покупателями стали компании из 46 стран. На экспорт поставлены продукции на сумму более 375 миллионов долларов, что на 40% выше уровня прошлого года. В рамках экономического форума в Мозере прошла 12-я республиканская выставка-ярмарка «Полесская скарбница». Ее участниками стали почти 60 предприятий. Максимальное количество за все время проведения выставки. Основная цель «Полесской скарбницы» – дать возможность производителям продемонстрировать новейшие образцы своей продукции и найти новых деловых партнеров. Одним из главных событий уходящей недели стало начало централизованного тестирования. В частности, на Гомельщине зарегистрировалось 43,5 тысячи человек, что почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Самый популярный предмет – русский язык. На втором месте – математика. Централизованное тестирование будет проходить до 2 июля. Резервные дни – с 30 июня по 3 июля. Сертификаты абитуриенты смогут получить с 10 июля в пунктах проведения тестирования. Внимательно выслушать каждого и помочь в решении проблем. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Симашко провел прием граждан в Светлогорске. В центре внимания вопросы, связанные со сферой энергетики. Люди получили ответы на тревожившие их вопросы, а соответствующие службы – поручения. Все обращения взяты под личный контроль Владимира Симашко. Из Светлогорска – репортаж Дмитрия Котова. Первые среди записавшихся на прием – члены садового общества «Лесное». Свои земельные участки, расположенные под высоковольтными линиями электропередач, жители Светлогорска получили в аренду еще в 1982 году. Тогда опасное соседство никого не пугало – ни местную власть, ни самих землепользователей. К правилам безопасности обратились лишь в 21 веке. Людям предложили до ноября этого года освободить участки. Они же категорически не согласны. Когда тогда давали, нам никто не говорил, что это… Вот мне было 38 лет, и никто не говорил, что это убьет меня, что это вредно. У нас есть устав на это, на общество. У нас есть написано в том уставе, что мы имели право, что не имели право. Да, капитальное строение мы не имели. Но домики строительные у нас написано можно. Кусты, деревья, косточки, какие-то садить, ну, невысокие. Изначально срок аренды без права продления заканчивался в 2019 году. Однако потом решение местных властей изменилось, и освободить участки уже нужно гораздо раньше. В качестве альтернативы людям предлагают выбрать из 2000 пустующих огородов. Такой вариант членов садового общества не устраивает. Приводить в порядок никем неиспользуемую долгие годы землю уже не позволяет возраст и здоровье. А нанимать специалистов для них – дорогое удовольствие. Просьба к заместителю премьер-министра вернуть первоначальное решение об аренде до 2019 года. После этого люди готовы добровольно покинуть свои земельные участки. Ответ члены садового общества услышали положительный. После чего Владимир Семашко отметил, что этот вопрос можно было решить и на местном уровне. Есть же правило такое. Власть должна власти. Власть в том ценится, что если сказала вот так один раз, то так и должно. Ну и сказали, что это от 2019 года будет. Зачем людей баламутить и расстраивать. Вот сказали до 2019 года, а потом через пару лет принимают решение, давайте мы 2017 годом ограничимся. Ну это людей раздражать. Суть же вопроса была в том, что мы понимаем, что рано или поздно уходить надо оттуда. Ну и потом нам уже возраст, 73 года, как сказала эта женщина. Значит, дайте мне до 2019 года добыть, а потом потихонечку оттуда и уйду. Кроме этого, жители Светлогорска на приеме у заместителя премьер-министра поднимали вопросы оплаты коммунальных услуг за жилые помещения, в которых никто не прописан, а также перепадов электроснабжения и получения патента на изобретение. Все вращения резюмированы и взяты на контроль. Люди приходят своими жалобами, предложениями, конечно, надо по максимуму в пределах законодательства, в пределах возможности бюджета и так далее помочь. Не обещали невыполнимого, мы договорились так, чтобы власть осталась довольна, так что это нормальное решение, компромиссное. И люди понимали, что это все то, что можем сделать сегодня для них. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Светлогорск. Специально для новостей недели. Решать наболевшие вопросы граждан помогают и субботние прямые линии. Накануне с жителем региона общался председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Всего за три часа поступило 30 телефонных обращений. Основные темы – земельные споры, качество медицинского обслуживания и трудоустройства. При этом решение большинства поднятых гражданами вопросов не требует серьезных финансовых вложений и, по сути, находится в компетенции местных властей. К председателю облсполкома обращались по поводу соблюдения правил парковки возле рынков, ремонта кровли частных построек. Кстати, звонили на прямую линию не только с просьбами, но и со словами благодарности за ранее решенные проблемы. Например, в марте этого года на прямую линию губернатора обращались жители Мозыря. Они просили перенести запланированное строительство многоэтажного дома по улице Пролетарской на другое место. В освобожденном от новостройки дворе обещали разбить сквер. Владимир Дворник прислушался к их мнению и способствовал положительному решению вопроса. Люди в ответ свою идею также воплощают в жизнь. Вы нам очень помогли в том, что мы победили. Сейчас у нас уже заложен сквер, тоже с вашей легкой руки. Опять же, благодарны вам очень. Все, вы живите, ничего пока не переживайте. Владимир Владимирович, мы просим, пожалуйста, нам посодействуйте. Турники, брусья нужны и скамейки для сквера. Ну вот поручение я сделаю, здесь управляющая посмотрит, что там вам надо добавить для того, чтобы благоустроить этот уголок. Некоторые обращения на прямую линию вообще не требовали практического решения. Часть граждан интересовалась определенной информацией. Например, несколько звонков касалось строительства жилья на льготных условиях. В этих случаях председатель обл. полкома информировал о возможности получить жилищный кредит по ставкам вдвое меньше ставки рефинансирования Нацбанка. Остальные обращения взяты на контроль и будут рассмотрены в ближайшее время. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, имеющие отношение к сфере здравоохранения. В медицине нашего региона занято более 42 тысяч человек. Но достаточно ли этого, чтобы закрыть кадровый вопрос? И как оценивается уровень медицинского обслуживания в нашей области? Об этом и не только в актуальном интервью рассказал начальник управления здравоохранения Гомельского обл. полкома Игорь Баранов. Игорь Васильевич, уровень медицинского обслуживания в нашем регионе, как вы его оцениваете? Оказание медицинской помощи населению Гомельской области оцениваю удовлетворительно и хорошо. В некоторых районных центрах и областных учреждениях эта работа поставлена более организованно. Но на ряде территорий, к сожалению, требуются тоже определенные корректировки по соблюдению установленного порядка оказания медицинской помощи населению. Скажите, как обстоит кадровый вопрос? Хватает ли нам сегодня специалистов? Может быть, есть недостаток каких-то или напротив переизбыток? С учетом совместительства, укомплектованность с врачебными кадрами в организациях здравоохранения Гомельской области составляет 96%. Средним медицинскими работниками она составляет чуть более 97%. Но вместе с тем в августе месяце приступят на свое первое рабочее место 424 врача-молодых специалистов и 558 средних медицинских работников. Скажем, есть такой вид специалистов, которые возглавляют ТОП? Кого не хватает всего больше? Да, я подчеркиваю, что ТОП возглавляют врачи-педиатры. Педиатры. Врачи-педиатры. Ну и есть, конечно, врачи-специалисты различного профиля. Узкие какие-то, да, направления? Да, так называемое население врачи узкие специалисты, ну, у которых тоже есть определенная необходимость. Ну, здесь есть возможность переподготовки специалистов по наиболее востребованным специальностям, что мы делаем. Что ж, ну вот с количеством специалистов разобрались, а что касается количества медучреждений, вот, насколько я знаю, актуальным остается вопрос нехватки поликлиник в новых микрорайонах, правильно? Да, эта тема актуальна, в первую очередь для города Гомеля, да. То есть идет, скажем так, решается вопрос по продолжению строительства поликлиники в микрорайоне номер 17. Вот, ну и это еще, в общем-то, не вся, не в полном объеме решаемая задача. То есть есть, конечно, необходимость с учетом застройки новых микрорайонов. Насколько я помню, было озвучено предложение вот решить этот вопрос путем обустройства на первых этажах многоэтажек амбулатория, где бы работали врачи общей практики. Вот эта идея получила какое-то развитие на сегодня? Дальнейшего развития пока эта форма работы не получила, вот, ну, если бы проектные возможности закладывались при возведении того или иного жилого дома, сразу, чтобы потом не приходилось изыскивать дополнительное средство, изыскивать возможности на проектирование данных подразделений, потому что они имеют специфическую, скажем, структуру и принадлежность по своему функциональному назначению. Поэтому, наверное, эта тема продвинулась бы более быстро. То есть нужно наладить местную работу со строителями? Как вариант, да, то есть это как дополнение, как вариант приближения медицинской помощи населению в микрорайонах, там, где нет возможности построить большую поликлинику, скажем так, или амбулаторно-поликлиническую организацию, то я считаю, что такая форма работы приемлема. Игорь Васильевич, вот этот год, какие задачи перед системой здравоохранения стоят? Необходимо по-прежнему, в общем-то, работать во взаимодействии с пациентом. Это дальнейшая работа по развитию материально-технической базы, четкому соблюдению уровневости оказания медицинской помощи на районном, межрайонном, областном и республиканском уровнях. То есть своевременность, профилактика, ранняя диагностика и качество оказания лечебно-диагностической помощи в целом населению Гомельской области. Это неизменные приоритеты, которые приходится ежегодно над ними работать в первоочередном порядке. Что же, мне остается только пожелать, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь. Спасибо вам огромное, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Наталья Игнатенко узнала, почему ВИЧ начинает проявляться спустя годы после заражения и как узнать свой статус, не выходя из дома. Знать о своем ВИЧ-статусе сегодня так же естественно, как знать об уровне своего давления, либо наличии хронических заболеваний. ВИЧ-инфекция давно перестала быть фатальной болезнью. При нынешнем уровне развития медицины человек с таким диагнозом может прожить пару десятков лет, а то и больше. Но при условии строгого применения специальной терапии. И это в идеале. А в жизни бывает намного печальней. Это консультативно-диспансерный кабинет областной инфекционной клинической больницы. На приеме Снежана. Девушка одна из тех анонимных больных, которые приняли диагноз не сразу. Но после ряда специальных анализов ошибка диагностики была исключена. Назначенная антиретровирусная терапия позволит замедлить развитие инфекции и даст пациентке надежду на полноценную жизнь. Принимая антиретровирусные препараты, он может прожить как нормальный человек. Начиная пить примерно с лет 20-30, может дожить до 60-летнего возраста. Большинство приходит уже с осознанием того, что у них ВИЧ-инфекция. Есть люди, которые не принимают этот диагноз. И здесь у нас в кабинете они говорят о том, что «а где я мог инфицироваться? Не может быть такого». Сомневаются. При том, что у них уже 100% установлен диагноз ВИЧ-инфекция. На вопрос, что же такое СПИД, медицина дает короткий ответ. Это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Ее коварство в том, что вирус ломает иммунную систему. Однако, протекая бессимптомно, заболевание годами не дает о себе знать. Спустя время для человека даже легкие инфекции становятся смертельно опасными. В Гомельской области вспышка ВИЧ произошла в среде людей, употребляющих инъекционные наркотики. Но в последнее время портрет среднестатистического ВИЧ-позитивного претерпел изменения. Сегодня это благополучное, состоящее в браке мужчины и женщины. Новые случаи заражения чаще всего выявляются в возрастной категории от 35 до 45 лет. Доминирующим является половой путь передачи. Что говорить о распущенности нравов? Ну, я бы не сказал так, как говорится, так конкретно. Но это и имеет, наверное, все-таки место быть. Почему? Потому что надо признаться нам всем, что все-таки ВИЧ-инфекция – это результат наших необдуманных, будем говорить так, действий. Именно в поведении сексуальном, правильно вы сказали, достучаться. Среди молодежи проводится активная информационно-образовательная работа. А вот категория 40 лет и старше, вот эта возрастная категория действительно сложная. 94% ВИЧ-позитивных, которые в прошлом году, позапрошлом году инфицируются, это был половой путь передачи. Диагностировать ВИЧ-инфекцию по внешним признакам не может даже врач. Зато с этим успешно справляются различные лабораторные тесты. А с недавнего времени обследоваться на ВИЧ можно без помощи врача. И всего за 15 минут. Простые в применении и вместе с тем эффективные средства самотестирования по слюне позволяют сохранить нервы и время. В аптеки региона они уже поступили. С начала мая мы начали получать эти тесты на ВИЧ в слюне. Это новое средство. Выпускает их белорусское предприятие Мультилаб. Распределили мы их по крупным аптекам города Гомеля и по всем районным центрам. Но я хочу сказать, дефицита на сегодня нет. Мы каждый день держим на контроле продажу этих наборов. И, естественно, будем своевременно пополнять. Во всем мире пользуется такой методик экспресс-тестирования. Я так думаю, что любой уважающий себя человек пойдет в аптеку и купит, и проверится на ВИЧ. Я бы обратился к жителям Гомельской области, чтобы не боялись этой процедуры для себя. Для себя и для своего полового партнера. Нужно знать свой ВИЧ-статус. Пока ВИЧ-инфекция не относится к тем заболеваниям, которые можно вылечить. Но в случае ранней диагностики и при правильном лечении с высокой вероятностью можно жить полноценной долгом. Наталья Игнатенко, Валерий Гопанько, Игорь Морещенко. Специально для программы «Новости недели». И к другим событиям уходящей недели. Председатель комитета по архитектуре и строительству областполком Андрей Барановский рассказал о долевом строительстве индивидуальных домов. Участники сессии облсовета проанализировали, как используется недвижимость в Ветковском районе. А на коллегии в Лоеве специалисты рассмотрели работу мобильных учреждений культуры. Мои коллеги коротко расскажут о сделанных выводах. В Ветковском районе прошло заседание выездной сессии Гомельского областного совета депутатов. Участники проанализировали, насколько эффективно на территории области используется недвижимость всех форм собственности. Так, в прошлом году на территории Ветковского района обнаружили около 130 неиспользуемых объектов недвижимости. Сегодня половина из них уже находится в хозяйственном обороте. Часть снесена, остальные к зиме должны найти хозяев. Для этого существуют определенные льготы и преференции. Например, продажа объекта за одну базовую величину. А государство таким образом решает и еще одну задачу. Появляются так нужные сейчас новые рабочие места. В Гомельской области строители осваивают новое направление. Возведение на коммерческой основе индивидуальных домов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству область полкома Андрей Барановский. Проект начали осваивать в Музырском районе. Там возводят 4 таких дома с гаражом, а также участком около 7 соток. Ориентировочная стоимость 650 рублей за квадратный метр. В будущем такие дома начнут строить и в других районах области. Более 40 молодых сотрудников Следственного комитета приняли участие в областном учебно-методическом сборе. Организаторы предусмотрели 5 специальных учебных площадок. Причем с некоторыми ситуациями недавние выпускники вузов никогда ранее не сталкивались. Например, нарушение государственной границы или незаконная добыча рыбы. Для следователей, работающих в больших городах, здесь все новое. Главная задача – научить молодых сотрудников практическим навыкам при расследовании всех видов преступлений. Культура с доставкой на дом. Работу мобильных учреждений культуры рассмотрели на коллегии Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. Коллегия прошла в Лоеве. Основное внимание уделили деятельности библиобуса – передвижной библиотеке. Ее преимущество в том, что не нужно тратиться на аренду или содержание помещения. Кроме того, сейчас обсуждаются возможности расширения функций таких передвижных учреждений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе в Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка «Гармония цвета» гомельского мастера Ирины Суздальцевой. Здесь представлены работы в технике батик. Все иллюстрации автора довольно сдержаны в красках, но необычайно гармоничны и разнообразны по своему сюжету и цветовому решению. Выставка Ирины Суздальцевой – это 12 работ, выполненных на хлопке и шелке. Мастер тщательно прорисовывает детали, создавая настоящие произведения искусства. Краска словно оживает на ткани, что помогает Ирине выражать свое настроение, мысли, впечатления от окружающего мира и природы, главного вдохновителя автора. Основой выставки являются цветы, обилие которых настраивает присутствующих на чувство легкости и эстетического удовольствия. В Гомельском кинотеатре «Мир» на этой неделе состоялась презентация нового белорусского художественного фильма «Тень врага». Мероприятие проходило с участием творческой группы, во главе с автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли Игорем Синьковым. Жители города над Сожем премьерную киноленту увидели первыми. К слову, совсем скоро ее запустят в широкий прокат во всех кинотеатрах Гомельской области. Действие картины происходит в 1943 году на оккупированной немецкими войсками территории. В центре сюжета главный герой – советский разведчик, который получает сложное задание – пробраться в тыл врага и добыть секретные документы. А тем временем на сцене Гомельского областного драматического театра на уходящей неделе прошли гастроли Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. Юных театралов талантливые артисты порадовали веселой сказкой «Сивка Бурка». Зрители постарше увидели мелодраму, полную интриг и испытаний для чувств, коварства и любовь. А также комедию «Веселый вдовец», которая заставила их не только от души посмеяться, но и задуматься над семейными ценностями. Следующая неделя обещает быть не менее интересной. На сцене Гомельского государственного театра «Кукол» развернется спектакль-сказка «Осторожно, коза», который наглядно покажет малышам, что обманывать взрослых нехорошо. А на открытой площадке у стен Светлогорского городского центра культуры будет организована конкурсная игровая программа для детей и молодежи «Радуга детства». И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Игорь Марищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи!